В мире, где электрические автомобили становятся не просто трендом, а настоящей революцией, на горизонте появляется новый игрок, способный изменить правила игры. Компания BYD, известная своими амбициозными проектами и инновациями, представила двигатель, который обещает бросить вызов даже таким гигантам, как Tesla. Что скрывается за этой технологией? Каковы ее тайны и преимущества? В то время как мир с замиранием сердца следит за развитием событий в индустрии электромобилей, новый двигатель BYD может стать тем самым ключом к будущему, который откроет двери к новым возможностям и вызовам. Готовы ли вы узнать, что это за загадочное изобретение и как оно может изменить наше представление о мобильности? Двигатель Я не в силах сдержать своего волнения. BYD представила агрегат, способный перевернуть представление о рынке электромобилей. Этот удивительный агрегат может достигать невероятных 30 511 оборотов в минуту и выдавать мощность в 580 кВт. Но вот действительно поражает, что он не будет установлен в дорогие суперкары, как можно было бы ожидать. Вместо этого он найдет свое место в массовом сегменте, и это открывает совершенно новые горизонты для всех нас. Согласно информации от Mobile Review, этот двигатель будет установлен в таких автомобилях, как Han-L и внедорожник Tan-L. И вот тут начинается самое интересное. Автомобили будут обладать динамикой, которая была характерна лишь спорткарам. Представьте себе, Han-L разгоняется до 100 км в час всего за 2,7 секунды, а более крупный Tank-L делает это за 3,6 секунды. Удивительно, не правда ли? И все это при доступной цене. Я не могу дождаться момента, когда смогу увидеть эти машины на дороге и испытать их мощь на себе. Сравнение Чтобы по-настоящему оценить возможности двигателя BYD, я не могу не провести сравнение с его конкурентами. Например, частота вращения мотора суперкара Xiaomi SU7 Ultra составляет 27200 оборотов в минуту, а у Tesla Model S Plate всего 20000. И вот тут становится понятно, что BYD создала нечто поистине выдающееся, что может бросить вызов даже самым престижным производителям на рынке. Но все же, несмотря на все эти показатели, у меня возникли серьезные сомнения относительно безопасности. Может ли человек, который не является профессиональным гонщиком, справиться с автомобилем, который разгоняется до 100 км в час менее чем за 3 секунды? Такие мощные машины могут стать источником опасности на дорогах. Это заставляет задуматься, действительно ли мы готовы к такому уровню производительности. Каковы будут последствия для всех нас? В любом случае, это чудесная новость. Появление такого двигателя в доступных для всех автомобилях – настоящий прорыв. Теперь передовые технологии электромобилей станут реальностью для большего числа людей, что открывает невероятные возможности для экологичного и инновационного будущего. По система. А если вы смотрите в настоящее и вас волнует более масштабный вопрос по созданию и декорированию дома, то советую обратиться к профессионалам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работ и услуг. От проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности, до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Компания. И начинала свой путь от производства батареек для Nokia до титула крупнейшего производителя электромобилей в мире. Ее история поистине удивительна и заслуживает внимания. Я помню, как всего несколько лет назад эти три буквы вызывали у автолюбителей лишь недовольство. В начале 2010-х продукция BYD ассоциировалась с негативными чертами китайского автопрома. Безжалостное повторение известных моделей, низкое качество сборки, неприятный запах пластика в салоне и полное отсутствие управляемости. Но вот наступил 2022-й, и BYD начала бить рекорды за рекордами, заявляя о своем статусе крупнейшего производителя автомобилей на планете, оставив позади даже Тесла. Как же это произошло? Стоит отметить, что в успехе есть своя хитрость. В 2022-м мировые продажи BYD превысили отметку в 641 тысячу автомобилей, тогда как Тесла смогла реализовать лишь 546 тысяч. Но вот в чем дело. Китайцы учитывают в своих показателях также подключаемые гибриды, которые составляют почти половину общего объема. В плане чистой электромобильности Тесла все еще впереди с солидным запасом. Тем не менее, команде Илона Маска не стоит расслабляться. Увеличение продаж BYD по сравнению с 2021-м составило целых 315%. Нехитрая математика подсказывает, что честное превосходство не за горами. Это неудивительно, ведь компания начинала именно с изготовления АКБ. Интересно наблюдать за этой трансформацией. Основатель. Еще больше будоражит история жизненного пути Ван Чуаньфу, основателя и лидера BYD. В сердце Китая в семье крестьянина появился на свет человек, чья история полна удивительных поворотов судьбы. Ван Чуаньфу, преодолев все преграды, смог стать химиком и несколько лет работал в Пекинском техническом университете. Но жизнь на государственной службе не приносила ему удовлетворения. Она казалась слишком узкой и ограниченной. В 1995-м, в свои 29 лет, он решился на смелый шаг – покинуть привычный мир и отправиться в Шэньчжэнь, чтобы начать собственное дело. В то время Шэньчжэнь находился на пороге грандиозных изменений. В конце 70-х прошлого века Китай запустил программу по созданию свободной экономической зоны. Эта крошечная деревенька, в которой проживает всего 30 тысяч душ, стремительно превращалась в город с населением около 15 миллионов человек. Здесь вскоре стали именовать китайским силиконовым оазисом. Здесь уже располагались такие гиганты, как Tencent, Huawei и DJI. Ван Чуаньфу сосредоточился на том, что знал лучше всего – производстве аккумуляторов. Его компания BYD выбрала путь обратного инжиниринга, что означало копирование. Они изучали японские батареи Sony и Sony, разбирали их конструкцию, вносили небольшие улучшения и собирали свои. Их продукция была дешевле не благодаря чудесам технологий, а из-за дешевой рабочей силы. Сотни бывших крестьян были готовы работать на заводах за копейки, и вот бизнес начал стремительно развиваться. В начале 2000-х мир был охвачен увлечением портативными гаджетами. Китайская компания BYD за короткое время заняла значительную часть рынка аккумуляторов. К 2000-м их батареи заряжали мобильные телефоны Nokia, ноутбуки Dell и даже культовые раскладушки Motorola Ryze Air. Но для Чуаньфу это было только началом. Он всегда мечтал о большем. Его амбиции не знали границ, и впереди его ждали новые свершения и невероятные достижения. Четырехколесная авантюра В 2002-м китайский концерн BYD с триумфом провел свое первичное публичное размещение акций IPO, но вскоре его акции стремительно обрушились. Причина этого неожиданного падения была шокирующей. Компания решила рискнуть и стать автопроизводителем. Ван Чуаньфу полный амбиций и решимости за символическую сумму выкупил небольшую компанию Kinchuan Machinery Works, находившуюся на грани краха. Правительство, желая сохранить рабочие места, готово было пойти на значительные уступки в случае, если эту ношу возьмет на себя другой владелец. На тот момент единственной моделью Kinchuan был неприметный автомобиль Flyer, который напоминал Hyundai Atos и был создан на базе устаревших Suzuki Alto. Эта машина была переведена на учет в КНР и в 2005-м запущена в обращение с предсказуемым результатом. Следующие модели также не вызвали интереса у потребителей. В разработке автомобилей Ван Чуаньфу выбрал тот же путь, что и с аккумуляторами. Он изучал чужие разработки и создавал собственные версии. Легенды о его методах ходили по компании. Однажды он поставил на заводе сверкающий автомобиль марки Mercedes-Benz и заявил сотрудникам «Внимательно изучите его, чтобы понять принцип работы». Чтобы подбодрить своих подопечных, он провел ключом по кузову. Появилась царапина, это был его способ показать, что не стоит бояться экспериментов. Так родилось множество моделей, ставших олицетворением дерзости из Китая. Седан F3 был похож на Toyota Corolla, кроссовер S7 ассоциировался с Lexus RX, а малолитражка F0 была копией Toyota iGo. Кабриолет S8 спереди выглядел как Mercedes, сзади почти не отличался от Renault Megane со складной крышей. Эти автомобили двигались на собственных моторах BYD, которые были получены тем же путем на основе разработок Mitsubishi. Однако Ван Чуаньфу не испытывал угрызений совести и успешно отражал обвинения в плагиате. Это совершенно не смущало клиентов. Если в 2005-м продажи единственной модели Flyer составили всего 11 тысяч, то к 2010-му BYD уже выпускало полмиллиона автомобилей в год. Этот успех стал возможен благодаря широкой линейке моделей и удачному соотношению стоимости и качества. Машины BYD были значительно дешевле зарубежных аналогов и качественнее многих китайских производителей. Но даже этот триумф был для Ван Чуаньфу лишь промежуточным этапом, тренировкой для будущих свершений, наращиванием навыков перед теми грандиозными планами, которые только начинали формироваться в его голове. Подать напряжение. Представьте себе, когда еще не было и речи об электрической революции, а Tesla лишь делала первые шаги. BYD совершает настоящий прорыв. Они представляют собой инновационный подключаемый гибрид – седан F3DM. Этот автомобиль, основанный на уже знакомом F3, был оснащен панелями, преобразующими солнечный свет в ток, батареей мощностью 16 кВт-часов и двумя электромоторами мощностью 34 и 67 лошадиных сил. Он мог преодолеть до 60 километров на чистом электричестве, а если заряд иссякал, подключался двигатель внутреннего сгорания объемом 68 лошадиных сил. Однако эта революционная технология не оправдала ожиданий. За весь период продаж было реализовано всего 48 автомобилей, и к 2013, когда производство завершилось, общий объем проданных машин не превысил даже 3500 экземпляров. На фоне этого Ван Чуаньфу делал смелые заявления о том, что его компания вскоре станет лидером на рынке электромобилей, за которыми, по его мнению, безусловно, будущее. Многие лишь усмехнулись и забыли об этом. Но тут произошло нечто неожиданное. Знаменитый миллиардер Уоррен Баффет решает приобрести ценные бумаги BYD. Их стоимость взлетела на невероятные 2000%. Да-да, вы не ослышались? 2000%. И снова стоит отметить деловое чутье Ван Чуаньфу. Осознав, что рынок легковых электромобилей еще не готов к массовому внедрению, он ловко переключился на госзаказ. В то время правительство Китая вкладывало деньги в развитие электрического транспорта, и BYD быстро освоило производство электрических автобусов, грузовиков и погрузчиков. К 2013-му компания начинает отходить от наглого копирования иностранных брендов и запускает совершенно новую линейку автомобилей под названием «Династические», названные в честь исторических китайских правителей Чин, Сонг, Танг и т.д. Большинство из них уже работают на гибридной или полностью электрической тяге. У марки появляется свое лицо. Но продажи все еще колебались вокруг 400-500 тысяч единиц техники ежегодно до 2020-го. Тем не менее, китайский бизнесмен снова проявил свою проницательность. В 2017-м должность шеф-дизайнера компании BYD занял Вольфганг Эггер, человек с богатым опытом работы в Ауди и Сиат, создатель потрясающего купе Alfa Romeo 8C Competizione. Спустя два года после этого события компания открывает глобальный дизайн-центр, куда приглашены талантливые специалисты из Ауди, Мерседес-Бенц и Феррари. Вот в 2020-м, несмотря на пандемию, начинается захватывающая глава истории компании. Революция наших дней Ключевые моменты актуального модельного ряда BYD. Под руководством Вольфганга Эггера и его талантливой команды серия автомобилей претерпела удивительное преображение, а также была представлена новая океанская линейка. Эти автомобили словно вышли из глубин океана. Некоторые напоминают морских обитателей, как, например, Dolphin и Seal. А другие, такие как рубленый седан Destroyer 05, вдохновлены эскадренными миноносцами и стремятся подражать их мощному облику. Но дизайн – это лишь верхушка айсберга. BYD совершила настоящий прорыв в области электрических технологий. Внедрение 800-вольтовой системы позволяет заряжать автомобили за считанные минуты, а батареи серии Blade стали настоящим открытием. Китайским инженерам удалось эффективно разместить энергетические ячейки, что их вместимость почти не уступает традиционным литий-ионным батареям, при этом они значительно дешевле. И вот мы достигли апогея этой захватывающей повести. Сначала BYD начала производить аккумуляторы, затем научилась собирать автомобили, и теперь она стала единственной компанией в мире, которая производит электромобили по полному циклу. Даже Tesla вынуждена приобретать АКБ у сторонних поставщиков, среди которых в ближайшем будущем может оказаться и BYD. Забавно. Musk с недоверием отзывался о BYD. Вы видели их машины? Не думаю, что у них есть хороший продукт. Машины выглядят не очень эстетично, а технологии оставляют желать лучшего. И вот по прошествии 11 лет этот американский магнат может оказаться на пороге визита у китайского предпринимателя. В отличие от Маска, Ван Чуаньфу – человек скромный и сдержанный. Он одет в униформу BYD с выцветшей фотографией на бейджике. Он не торопится тратить деньги на дорогие вещи и не стремится к роскоши. Существует мнение, что кто-то из членов делегации посоветовал ему обновить гардероб. Что сделал Чуаньфу? Приобрел дешевую рубашку в ближайшем магазине? Это история о постепенном развитии. От копирования чужих разработок до создания собственных шедевров. Компания может долго оставаться незаметной, накапливая потенциал для внезапного рывка вперед. И этот момент настал. В 2021-м продаже взлетели на отметку в 730 тысяч авто. Весной 2022-го BYD полностью отказалась от бензиновых автомобилей. В линейке остались только гибриды и электрокары. А если темпы сохранятся, то к концу текущего периода компания может достичь полутора миллионов проданных автомобилей. Но это еще не все. BYD готовится к выходу на международные рынки. Планируется увеличить долю экспорта до 30%. Скоро начнется сборка автомобилей в Узбекистане. Оттуда они с большой долей вероятности попадут и в Россию. Есть все основания полагать, что это будет гораздо результативнее предыдущей. Итак, с каждым новым шагом BYD приближается к своей цели – стать лидером в области электрического транспорта. И кто знает, какие еще удивительные открытия ждут нас впереди. Время покажет, но одно можно сказать точно. Мы находимся на пороге новой эры в автомобильной промышленности, где BYD будет играть ключевую роль. Оставайтесь с нами. Будущее уже здесь.